Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, давайте-ка мы начнем с заданий. Поднять уровень персонажа, окей. Так, у нас сколько с тобой мутагена накопилось? 11 тысяч, этого мало. Так, ну, я наверное буду искать пока некоторые детали, нам нужно с тобой еще найти 3 наушники, чтобы прокачать у Донателла его массовую атаку. Сейчас мы попробуем. Так, одни наушники выпали, остаются еще 2 штуки и последние наушники. Ну-ка, да, вот они, друзья мои. Ну что же, прокачиваем до пятой ступени геометрию. Ай, красота. Так, а что нужно для шестой ступени? Так, 5 очков, опять же 8 комиксов и 11 дорожных знаков. Так, ладно, давай начнем, наверное, с вот этих очков. Понятно, а нам выпал комикс, это совсем не то. Опять комикс из канализации, что ты будешь делать? Рокзар, ты что так меня подводишь, а? Так, ну ладно, здесь хотя бы повезло, одни нашли, тут мутаген. Воу-воу-воу-воу, у меня закончился, у меня закончился телепорт. Друзья мои, нам остается лишь что сделать? Докупить. Хорошо, что у нас с вами есть немножко, как говорится, баксов, и я могу себе это позволить. Опять же, возьмем... Блин, мне, конечно, хотелось бы взять 100 штук. Ладно, фиг их с ним. Возьмем, друзья мои. Нам просто нужно с тобой выполнить задание, поэтому мы на это и идем. Так, сразиться в 10 боях. Мы еще не сразились, да, получается? Так, а где у меня Донателло? Давай навыки и попробуем еще разок. Ать, мимо. Мимо. Ну, ничего страшного, у нас еще много впереди времени, так что все мы это с вами накопим. Поднять уровень персонажей и пройти серию испытаний. Начнем с серии испытаний, я думаю, да? Как раз у нас здесь остается именно вот в этой локации всего два испытания. То есть вот это и будут еще черепашки. Но по поводу этого я запилю отдельно серию, когда мы с вами допройдем полностью это испытание, да? Точнее, испытание из другого измерения. Вот. А пока будем здесь бомбить. Значит, у нас здесь Йети и Ксевер Монтес. Так, друзья мои, давайте бомбанем их потихоньку, не спеша. Как можно меньше получая урона. Так, падает. Ах ты, падает, конечно, падает. Я же совсем забыл. Это же такие жулики. Вот, теперь он упал. Давай, падай, давай. Не хочет, не хочет. И все, и какой-то это тресни на Каусаги. Накажи его. Молодец. Мы переходим с тобой на следующую, последнюю волну. Ага, здесь Хан, Кирби. Так, ну, начнем с массовой атаки. С вертушки от Лео. Так, два гриба минусанули. Давай, наверное... Блин, Кирби надо уничтожить. Попробуем сделать так. Теперь Хана. Ну, ё-моё, не получилось. Так, а мутагеноида сможем сразу же бомбануть? Раз и два. Отлично. Аусаги сделал все как надо. Ну что же, мы прошли с тобой серию испытаний, да? И у нас остается лишь поднять уровень персонажа. Мы сколько там с тобой мутагена накопили? 12 тысяч где-то, да? Даже 12 тысяч нету. Окей, ох, вот это хорошо, друзья мои. Вот это хорошо. Это обязательно нужно будет пройти мне за кадром. Мы идем с тобой на турнирную арену Лига Сюгонов. Три звезды. Опять же, меня сбросили, друзья мои. И ранг 36-й. Здесь-то я почему не забрал, а? Почему не забрал? И уровень персонажа почему не поднял? Так, я хочу, знаешь, что сделать? У Донателло хватит. 17 тысяч. Так, будет 77-й уровень. Хорошо. Я предлагаю сделать так. Поиграть сейчас пока на арене. Поднакопить себе немножко мутагена, а уже потом прапаем его, да? Значит так, у нас Макрос, Мария и Скорпион. Для подходящего боя мне подходит больше Мария. У нее маленький уровень. Так, у нас с тобой 5 откатиков есть, и этого более чем достаточно. Так, начнем, наверное, мы с тобой... Вот... Нет, 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 Муха. Вот так сделаем, да? Блин, хотя на самом деле хотелось бы отыграть чуть-чуть побольше слабых моих персонажей. Давай, наверное, вот так с собой сделаем. И, кстати, ребята, сегодня у меня день рождения, как ни странно, да? И многие спрашивали, Рэй, а сколько тебе лет? Ребят, я вам отвечаю. Я уже взрослый-взрослый человек, я не мальчик. Ну, вы не подумайте, я и не девочка, я уже мужчина. Мне 40 лет, ребят, сегодня исполнилось. Но отмечать не буду, потому что эту дату не отмечают, к сожалению. А может быть, и к радости фиг его знает. Ребят, ну, короче, 40 лет, но чувствую себя на 18. Как молодой. Правда, здоровье немножко хромает, но да ничего страшного. В моем, как говорится, возрасте это уже допустимо. А мы продолжаем с вами потихонечку-потихонечку играть. Так, и мы на 25 месте. Окей. Так, что у нас тут? Опять Скорпион. Слушай, они сегодня меня решили одолеть. Я тогда возьму, наверное, может быть, Адиля. Ну, а почему бы нет? Давай возьмем Адиля и будем с ним разбираться. Так, если я возьму Кирби, ничего страшного. Не будет, как думаешь. Я думаю, он выстоит. Точнее, мы даже не дадим врагу нанести нам удара. А паренек, видимо, фанат Mortal Kombat, раз у него такой значок. Молодец, красавчик. Я все сам никак не могу добраться, ребята, до съемок видосиков по Mortal Kombat и Street Fighter. Хотя эти игры у меня уже давно лежат. Кстати, скоро по Mortal Kombat будет обновление. Как я посмотрел в Стиме, там будут Fatality, Friendship и все вот это вот добавлено. Как, помните, в классической Mortal Kombat 3. Так, ну что, друзья мои. У нас все отлично с вами проходит. И мы с вами перемещаемся на 14 место. То есть, в мастер мы сегодня по любасику попадем. Но, опять же, насчет двух звезд под большим вопросом. Так, Терри, Асен и Цезарь. Ну, давай возьмем с тобой Асена. Вот это вот милого клоуна. Как раз под праздничное настроение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, вот так вот сделаем. Да, радостное, как говорится, настроение. Но, опять же, работа. Ребята, ее никто не отменял. Поэтому сегодня придется идти работать. Да, в свой праздник. Но ничего не поделаешь. Ладно. Не будем о грустном. Будем, как говорится, все делать на позитиве. Сегодня еще хотел поиграть растение против зомби-героя. И попробовать, ребят, пройти этого босса, который там у нас мозги мне вынес. Смотри, получается так. Мы с тобой остановились там на двух боссах, да? Мозг-атака. Это когда мы играем за растение. И кто у нас там? Вспышка на солнце. А, нет, нет, нет. Зеленая тень. Зеленая тень. Когда мы играем за зомби. То есть, у меня нет легендарных карт. И я вот сижу и думаю. А почему бы себе в честь дня рождения не купить паки, где есть легендарные карты? Ребята, у вас будет еще время, да? До завтрашнего дня написать. Согласны вы с этим желанием или же нет? Если нет, мы будем играть без легендарных карт. Если же вам будет интересно посмотреть, то я куплю эти паки. Сколько там? Там даже не паки я возьму. Я просто куплю бриллианты. И за брюлики мы с вами будем открывать паки. Я думаю, что это будет справедливо. Но все равно хотелось бы узнать ваше мнение. Чтобы вы потом не говорили, вот донатер, не донатер. Но по-другому их никак, ребят, не получить. Вот эти вот легендарные карты не вариант вообще выбить. Очень маленький шанс. Всего лишь там сколько? 10% или даже 4%. А на героя так вообще 2%. Хотелось бы, конечно, еще новых героев себе там получить. Ладно, сейчас мы немножко отвлеклись. Мы играем с вами в черепашки ниндзя легенды. А я уже о чем-то не том думаю. Просто я хочу уместить всю информацию в одну серию. Вот в эту. Потому что у меня не будет времени. Мне надо еще перед работой немножко отдохнуть. Так что, наверное, на сегодня видосиков больше и не будет. Так, ну зато завтра. Завтра, ребята, у меня будет выходной. То есть будет 3 выходных. И мы с вами нормуль так повеселимся. Нормуль повеселимся. Нормуль поснимаем. Есть у меня там... И новиночек нету. Кроме вот на втором канале, ребята. Монстр Трейн. Вышла новая карточная игра. Можете посмотреть. Я надеюсь, сегодня я ее смогу, успею выложить. Можете заценить. Мне так лично понравилось. Но все равно нужно разобраться в ней. Также нас ожидает прохождение Gears of War. Будет какая у нас там? Вторая серия, да? Тоже там неплохо у нас идет заварушка. И здесь мы с вами... Ну, а здесь по стандарту, в принципе, да? ПВЗ-2. ПВЗ-герои. Это тоже однозначно будет. Может быть, я... Не знаю. Мне один из подписчиков посоветовал Рэй. Сделай обзор игр. Игр на Android, которые ты считаешь лучше. Ну, то есть, маленькими отрывочками сделать свою, так сказать, коллекцию. В принципе, ребята, неплохая идея. Но это нужно много игр пересмотреть, да? Чтобы сделать из них какой-то определенный контент. И потом его выложить. То есть, для этого нужно время. У меня, опять же, все это ограничено. К сожалению. Так, друзья мои. Ну, подумать все равно стоит. Мы с вами уже в мастере. Одна звезда. У нас 94-я позиция, как вы видите. И два от Катика. Два от Катика. И тут у нас... Есть Мидос, который предлагает нам 22 кубка. Неплохой такой куши. Я думаю, что я соглашусь с ним подраться. Раз, два, три, четыре, пять. У нас полная коллекция, получается. Вот я не знаю, стоит ли мне брать 72-е уровни. Ребята, это уже не шутки. Согласись. Но у нас есть с тобой провокатор. У нас есть с тобой замедлятор. И также есть критовик. Критовик-хиллер. Не стоит об этом забывать. Главное, чтобы нам успеть все это сделать. Иначе морозильная кошка и Бибоп у нас просто спекутся от одного удара. Поверь мне. Так, замедляшку сработает. Ой-ой-ой-ой. Вот это плохо, друзья мои. Это очень плохо, что он сделал уклонение. Это очень плохо. Я не знаю, попаду ли я. Слушай, красава. Лео, ты даже пробил уклонение. Я могу сделать вывод один, что он просто был не прокачан у него. Так, смотрите. Ой, массовая атака. Господи, нет. Ху, нам повезло. Но не забывай, что этот с огнеметом. Поэтому нам как-то может заблокировать ему способности. Ай, вообще промахнулся. Как так-то? Смерть с небес. Дудки, да? А вот так вот если? Шикарно. Так, добиваем. Хух, друзья мои. Ё-моё. Ну, ты сам видел, почему я пужанулся. Потому что у морозильной кошки и у Бибопа было очень мало здоровья. Там плюнуть на них можно было. И они бы рассыпались. Поэтому я не хотел просто терять такой дорогой куш. А попадаем мы с тобой на какую позицию? А, 84-я. Неплохо. Но мы в прошлой серии тоже так добрались, по-моему, да? И нас скинули в Сегу обратно. Так, Адам, ноунейм, Кирилл. Кирюшка, Кирюшка, Кирюшка. Что же сделать? Наверное, нам лучше взять ноунейма. Потому что он будет послабее, мне кажется. Хотелось бы, знаешь, что отыграть как-то вот два боя. Два боя. Но мне почему-то кажется, что не получится. Хотя... Ой, друзья мои. Вот это риск. Вот это риск. Я ведь знаю, кто такой Крип, Мундагека и Крисиный Король. И я знаю, кто такие Кролики со своей массовой атакой. Тут еще и Шреддер с массовой... Нет. Наверное, друзья мои, мы с вами не будем так делать. Это риск. Лучше отыграем с тобой. Спокойненько, да? Не будем брать обратно Леонарда. А вот так вот сделаем и все будет отлично. Так. Можно было бы, в принципе, и без уклонения. Потому что здесь довольно сильные у нас герои. Так что им ничего здесь не будет. Ну-ка, Усаги. Покажи свою прыть. Красавчик, красавчик. Просто двоих уложил. Ага. Бамс. Промахнулся. Так. Ну что? Можно волну запустить даже? Хопа. И этот постепенно... А, мы его сами добьем. Все, друзья мои. Отлично у нас с тобой здесь произошло все. Мы выиграли. И переходим куда. Сегодня, кстати, испытание у нас, да? Кто там разыгрывается? Усаги вроде бы. Я ведь ничего не путаю. По-моему, Усаги. Сейчас посмотрим. Так, ну что? С лиговой у нас покончено пока на сегодня. И мы глядим с тобой испытание. Да. Друзья мои. Усаги против техники. Но меня больше интересует, на самом деле, вот это вот платиновое. Что это за новый такой мешок добычи? Что это за награда? Ну-ка, дай-ка я посмотрю, кто у меня здесь слушан. Но, в принципе, друзья мои, в принципе, можно рискнуть. Один боючек провести. Мне просто нужны эти элементы, да? Вот эти, которые нам для прокачки скиллов. Они нам понадобятся. Сейчас мы их пощупаем, на что они тут годные. Так, вот это плохо, ребята. Но он не попал, слава богу. Так, вырубили. Маузер тут стоит. Эть, эть, эть. Ну ладно тебе, Доня, ну что ты, ну... Ей богу, успокойся ты, а. Смотри. Маузер выделывается. Так, тут три волны. Два с бластерами и два у нас с гранатами. Давай замедлим их. Просто замедлим. Вот так вот сделаем и начнем потихоньку уже их тут... Ах, надо было сюриками бомбануть. На самом-то деле. Ладно. Давай вот так вот. Добивочный. Да, Донателл, конечно, слабоват в этом плане. И зэк тоже как-то не может добить. Делает отхил. Этот стреляет. На тебе. Так, уничтожили. И последний у нас тут дрон. Он замедленный. Плюс у него еще и меткость понижена. И босс. Босс цыплак, который прячется... ...за помойкой. Любитель помоев, видимо. Ну да ладно. Шутки в сторону. Давай бомбить. Ух, ё-моё. Ничего себе ты... Баксер, ты меня удивляешь. Пол хп просто снес на раз. Так, и, наверное, тут... ...сюрики, может быть. Так, постепенно урон. Будет его? Да. Ребята, он его уничтожил. Окей. А мы двигаемся с тобой дальше. Я, правда, не уверен, что мы сможем пройти следующее испытание. Но, в любом случае, награду мы получим. Именно тот самый элемент редкий, который нужен для прокачки... ...какой там... ...шестого уровня, да, скилл прокачивается. Ну-ка, давай заценим здесь. Вот, смотри. Здесь уже немножко сложнее будет. Восьмидесятый уровень. Если я уберу Донателла, может быть... ...осилим с тобой... ...в три смычка... ...без хиллера. Проблематично. Но попытаться, все-таки, я думаю, стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без хила чувствую, что-то, ребят. М-м-м-м. Ноу-ноу-ноу-ноу. Не получится. Потому что... ...потому что мы без хиллера. А без хиллера куда мы? Никуда. Вот такие. Вот у нас тут дела. Да, вы... ...посмотри, что делают. Они именно Бакстера атакуют. Знают же, кого бомбить. Самого слабого. Так, меткость понизили. Промахнись. Нет, он попадает. Слушай, мы босса, наверное, с тобой не потянем. Даже если мы с тобой пройдем вот эти все испытания, да? Даже вторую волну. Причем она здесь не особо такая сильная. Ну-ка. Опачки. Так, мы можем с тобой... Ну, давай бомбочку бросим, так уж и быть. Добьем их бомбочкой. А вот у нас и босс, дорогие мои. Босс явился и не запылился. Надо ему показать, кто такие герои. Тихо ты. Ну-ка, получи-ка. Ой, мало, мало, ребята. Берем провокацию, короче, на железную голову. Надо было блокировать способности. Но он замедленный. Что он делает? Оу. Железная голова, надеюсь, выдержит. Так, блокирнем или нет? Да, красавцы мы. Мы заблокировали ему. Так, а постепенно урон повесим? Ой, чудно-то как, друзья мои. Слушай, шикарно. Я даже не ожидал, что мы пройдем с тобой тремя персонажами. Без хиллера. Ну, благодать. Ну, третье испытание, к сожалению, я уж точно не пройду. Потому что там будут 90 уровни. Снаряжение техника. Классно. Две штучки мы сегодня заработали. Мы можем еще пофармить с тобой. Ну, понимаешь, тут шанс выпадения. Маленькие. Тут в основном всякое барахло будет лететь тебе. Третий эпизод. Конечно, хотелось бы. Ну, посмотри сам. Посмотри сам, что здесь происходит. 90 уровни. Мы, ну, даже если бы хотели, мы бы не смогли пройти. Уж слишком они здесь имбовые. Поэтому мы с тобой переходим на усаги против техники. Ой, когда же то дело случится, что мы пройдем с тобой полностью испытания? Вот именно вот эти вот редкие испытания у меня не получается пройти полностью. Так, ну что, Донателло здесь пока нам пригодится. Мы усаги с тобой наверняка разберем. Он все-таки здесь 40 уровня. Так что никаких не должно быть у нас проблем. Шуга-шуга. Он что-то тут пляшет, выплясывает. А мы с тобой делаем вот такой маневр. Ба-ба! Так, грибы ложатся и добиваем усаги, наверное. Да. В принципе, ничего сложного здесь не было. Но это первый бой. Мы с тобой получим ДНК на усаги, которую сможем потом, в принципе, дорого разобрать. Да? На сюрике. На нашей, как говорится, на нашу валюту местную. И идем сразу на следующее испытание. Та же самая команда. Я думаю, Донателло будем убирать, наверное, на следующем уже эпизодике. Сейчас посмотрим, как он будет наносить урон нам. Так, пошел, пошел, пошел. Постепенку, наверное, повесит сейчас, да? Нет, к сожалению, не повесил. К счастью, точнее, ребят, к счастью, не повесил. А мы... Опачки. Да, мы еще тут вполне справляемся. Так что... Следующий эпизодик, наверное, мы с тобой пройдем, опять же, полным составом. Ну, Донни, отлично, красавчик. Хорошо сработал своим бо. И мы переходим на следующее испытание. На следующий эпизод. Так, давай, не тяни резину. Ох, я как вспомню те времена, когда я копил на этих редких героев. И какое было счастье, когда у тебя испытания на Усаге или там на Сплинтер или еще на кого-нибудь. Блин, как я там рвал пятую точку, чтобы как можно больше набить себе этих ДНК. Ну, а теперь, когда они у меня есть, конечно же, я отношусь к этому более-менее спокойно. Тихо ты, Усаге, успокойся. Что ты делаешь там? Опять грибы выпендрюжники начинают тут мне выносить мозг, а? Вот жулики. Ты посмотри, что делают, а? Ты посмотри, что они делают. На-ка тебе. Угощайтесь, мне не жалко. Блин, один грибок выжил. Давай-ка выпустим наших маленьких маузеров. Красиво. А если подпалим? Ай-яй-яй, постепенно урон не повесили. Ну, это, в принципе, уже, наверное, не важно, да? Да не слабак ты. Вот здесь ты прослабиночку дал. Как бы она не вышла нам боком. Нет, все отлично, все под контролем. Постепенного урона на нас не повесили, а мы вот так вот добиваем его. А вот на следующее испытание я, наверное, скорее всего, Донателло из команды выгоню. Якобы, ну, потому что он, ребят, не упал. Он может упасть, так, 3DNK на усаге. Хоть он и не настолько слаб, да, 76 уровень, как бы, ну, на уровне на самом деле. Но, тем не менее, все-таки надо его убрать. Хотя не хотелось бы, но надо. Тут эти грибы сейчас, блин, начнут. У них же инициатива большая. Они начнут сейчас бомбить. Раз, два. Так, нам нужно дождаться бомбочки с тобой. Вот таким-то образом бросить ее. Повесили замедляшку. Так, усаги делает баф. Слушай, он укрепляет свою команду и себя, естественно. Плюс еще контратаки здесь. Ну, я думаю, нам нужна... Слушай, либо... Давай волну. Давай волну запустим. Вот. Вот. И добиваем самого усаги. Четко. Он упал, поклонился на ноги. Признал поражение. Ну, это, ребята, кодекс чести у них такой. Так что, понимаете, да? Когда он перед собой ложит меч и на коленке петобой, то он говорит, что, типа, моя судьба в твоих руках. И делай со мной, что хочешь. Так, ну что, ребята, вот. Вот мы с вами добрались до 80 уровня. То есть, ну, тут уже на грани будет все. Даже, боюсь, мы можем не пройти. Даже можем не пройти, но все зависит от того, как все произойдет. Если усаги здесь будет лютовать, а он будет. Но не настолько сильно, как я думал. Погоди. Может быть и пройдем. Сейчас проверим. Ай-яй-яй, гриб. Вот грибы наносят, конечно, колоссальный урон. Так. Замедляха сработал. Давай теперь постепенный урон. Че, не повесился? А если так? Слушай, мы по усаги вообще не наносим дамага. Как так-то? Эй! Усаги. Погоди, погоди, погоди. Он же сейчас постепенку повесит. Ё-моёшечки, друзья мои. Блокировать ему способности не стоит. Так. Ой! Все. У нас, ребята... Так, а у него что там? Контратака висела, что ли? Подожди, может быть, нам взять лучше вот такую провокацию? О-о-о! Железноголовый, родной, держись! По-моему, друзья мои, тут без вариантов мы с вами сдуемся, наверное. Раз. Бумс. Ать! Добил. Блин, я не знаю, маузеров. Давай маузеров вызову. Мне кажется, не получится. О-о-о! Друзья мои. Слушай, ну да. Хотя, вот если переиграть, попробовать, может быть, все-таки получится как-то. Слушай, я знаю, как получится. Раз мы здесь все равно с тобой проигрываем, да? Мы сделаем ход конем. Мы возьмем с тобой Донателло. Пускай он проиграет. Я знаю, что он отдуплится. Но мы, по крайней мере, можем попытаться пройти это испытание. Вот самое противное, что он вишает в самый первый ход баф. И причем, ты смотри, контратака. Они сейчас ударят меня, потом еще будут контрить. Вот это плохо. Ты посмотри, сколько он мне оставил здоровья. Эй, грибы, вы не опупилили? Блин, сейчас же будут бомбить зэку. По-моему, хана, друзья мои. У Саги тот подключился. Донателло. Так, ну-ка, если мы сделаем таким вот образом. Постепенный урон. А если еще вот так? Окей. Остается лишь у нас, друзья мои, у Саги. Ну вот как нам его пробить? Он же сейчас будет лютовать жестко. А если блокировать? Е. Остается ему только лишь атаку наносить. Но двойная, да? Да ну успокойся ты, е-мое. Ну что за дела? Что же за жучара ты такой, а? Несносный просто. Ну-ка, поджечь его, что ли? Я не знаю, сможем, нет? Мимо! Ты понимаешь, мы мимо. У него сразу, прикинь, у него автоматом врубается двойная атака. Но он делает критовку. Естественно, с постепенным уроном. То есть Бакстера мы с тобой потеряли. Ну и железная голова здесь вряд ли... Ой, нет. Смотри, почему-то она очень слабая. Это вот голова железная, да? Против Усаги. Она не наносит урона, она промахивается. И как бы я ни пытался, у меня не получится, наверное. Даже при участии Донателла. Но не выходит, ребят, не выходит. Слабоваты мы еще. Но, тем не менее, я считаю, что мы неплохо здесь с вами порулили. Так, опять тут меня отвлекает. Ну что, друзья мои? Давайте-ка мы... Проапаемся. Так, что мы хотели сделать с вами? Поднять уровень персонажу. Хотел я поднять Донателла. Отлично. Как раз хватило. Тютелька в тютельку. И что же нам еще с тобой сделать? Подожди, почему Рокзар? Нам не Рокзар нужен. Нам нужен Донни. Нам нужен Донни. И... Твою же налево. Сколько тут всего еще? Ооо, тут вообще много чего нам нужно. Хотя вот это проще всего найти, да? Хм, 10 инструментов. В принципе, 2 ячейки. Ну-ка, давай попробуем. 2 ячейки. Так, микроскоп. Так, ну и ячейку нашли, да? Ячейку нашли. Остается только лишь найти 10 инструментов. Слушай, я думаю, в ближайшее время Донателла будет неплохо у нас с вами прокачан. Единственное, что нужно его докачать до 85 уровня хотя бы. Так же, как, в принципе, и майки. Ну что, друзья мои? Я, наверное, буду закругляться. А мне все равно надо идти и набивать себе телепорт. У нас 339 долларов. У нас, кстати, что? Так, забираем здесь все, что у нас осталось. И по магазину я хотел посмотреть. Понятно, здесь я никого купить не могу. Все это у меня есть. По очкам мы еще пока не заработали нужное количество. Но по жетонам то же самое. Тогда, ребятушки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосек. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.